Аральское море Оно станет меньше и на сотнях тысяч гектаров, отвоеванных у моря земли, зазеленеют хлопковые поля. У головного сооружения будет построена мощная гидростанция. В среднем течении вторая и в нижнем течении третья, дающая ток промышленным предприятиям, колхозам и городам. Великая стройка коммунизма позволит растить 1 миллион 300 тысяч гектаров новых земель и обхватнить до 7 миллионов гектаров пастбища. На 500 тысячах гектаров поднимутся зеленые лесные наслаждения, возникнут новые колхозные селения, города. Наступление на Каракумы уже началось. Досрочно вступила в строй и новая очередь Каракумского канала. Поколения туркменских хлопкоробов мечтали об этой рукотворной реке. Вековая мечта стала воплощенной действительностью, а Туркмения второй по производству хлопка республикой. Свыше 900 тысяч тонн его собрано в этом году. Вся страна строила Каракумский канал. Сегодня Каракумский канал работает для всей страны. У поселка Чаргар на реке Сырдалье день и ночь не умолкал гул стройки. Здесь сооружается искусственное водохранилище. Но прежде нужно перекрыть полноводную Сырдалью. В Сырдалье взброшено в русло. Берегарьи соединились. Искусственное море разольется на 900 квадратных километров и растит около полумиллиона гектаров за кухню из земель. Отвержена большая трудовая победа. В раскаленной Каракумской пустыне вода – это жизнь. Волей советских людей ныне преображаются Каракумы. Вода пришла на юг Туркмении по каналу Атамударьи. Недавно строители завершили вторую очередь Каракумского канала Мары-Таджен. 540 километров – такова теперь длина всей этой искусственной реки. Тысячи людей собрались в том месте, где небольшая перемычка разделяет русло канала. И вот Атамударинская вода пошла к Таджену. Этот трудовой подвиг в Каракумах останется яркой страницей в истории туркменского народа. В 1954 году началось великое освоение пустыни. Каракумский канал приехали строить тысячи добровольцев со всей советской страны. Свыше 200 городов снабжали строительство материалами, техникой, оборудованием. Русло новой реки прокладывалось со скоростью, какой еще не знала история ирригации. 840 километров первых трех его очередей пройдено за 6 лет. Самой крупной в мире искусственной рекой называют теперь Каракум-да-Лью. Протяженность ее – 1400 километров. В нашей стране 60% башни, 93% пастбища и половина сенокоса находятся в зоне рискованного земледелия. Канал «Дружбы» положил начало долговременной программе мелиорации земель в СССР. Почти 100 тысяч гектаров земель стали орошаевыми. Вдвое увеличилось число пастбищ. Десятикратно выросли урожаи хлопка. Вода вдохнула новую жизнь в песке. Изменила облик древней земли. То, что вчера казалось несбыточной мечтой, сегодня стало явью. Чудо река напоило пустыню. Стало неотъемлемой частью туркменского ландшафта. Мир с удивлением следит за беспримерной дерзостью наших людей, создавших реку в пустыне и жизнь на ее берегах. Вода прошла тому далеко Ашхабаду и движется дальше на запад, к Каспийскому морю. 836 километров. Это и цифра репортажа из Туркмении. И очередная победная строка 14-летней летописи строительства Каракум-реки. Может быть, марсиане, заметив появление нового грандиозного канала, окончательно убедятся в том, что на земле есть жизнь. Каракум-реки. 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 Канал дал жизнь десяткам новых поселков и городов. Нет прежнего дефицита питьевой воды. Толчок к развитию получила промышленность республики. Опыт советской страны в строительстве Каракумского канала успешно используется в сооружении ирригационных систем за рубежом. По техническому содействию СССР в странах Азии и Африки уже введено в эксплуатацию более 600 сельскохозяйственных объектов. Освоено 1 648 000 гектаров новых земель. Может ли человек напоить пустынь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова